Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48,3. Здравствуйте! О том, чем запомнится уходящий понедельник, расскажем прямо сейчас. Это «Наше время». Я Ирина Шмидт. Вымогатели в погонах. В Оренбурге двое сотрудников полиции отправились в тюрьму за мошенничество. Чтобы ездилось с комфортом, оренбургские трассы федерального значения приведут в порядок. Сколько денег выделят на ремонт магистралей. Когда вместо крыши над головой небо, а вместо кровати – бетонный пол. Пол он. С подъездом выгоняется. Жительница Оренбурга Ольга Попова две недели живет на улице. Почему молодая женщина оказалась без крова и где ее близкие? И культурная бессонница. В областном центре прошла акция «Ночь музеев». Прикоснуться к прекрасному пожелали сотни оренбуржцев. В начале главная политическая новость дня. Юрий Берг, исполняющий обязанности губернатора. На временное руководство он назначен соответствующим указом президента. Документ опубликован на портале первого лица страны буквально несколько часов назад. Об этом сообщает портал РИА Новости. Переход на временные позиции, напомню, связан с досрочным проведением выборов губернатора. Юрий Берг сам просил президента принять его отставку раньше срока. Таким образом, выбирать главу региона оренбуржцы будут в единый день голосования 14 сентября. До дня Х Юрий Берг будет исполнять обязанности. Его урочный час сможет участвовать в предвыборной гонке. Теперь о происшествиях. Трагедия на пешеходном переходе. В Орске неопытный водитель сбил двух девушек. Все произошло накануне вечером в районе остановки улицы Сорокина. За рулем ВАЗовской десятки находился 18-летний студент колледжа. Он буквально налетел на идущих по зебре девушек. С травмами и переломами они госпитализированы. Известно, что одна из пострадавших беременна. Расследованием дорожного происшествия занимается полиция. Уже установлено, что лихой водитель в момент аварии был трезв. Обстоятельства еще одного несчастного случая сейчас выясняют следователи. В Сорокташском районе накануне два работника водоканала пострадали во время очистки канализации. Мужчин извлекли из шестиметрового колодца без признаков жизни. Один из них, не приходя в сознание, умер в районной больнице. Второй в тяжелом состоянии в реанимации. Как нам сообщили в региональном следственном управлении, доступ к колодцу сейчас закрыт. Решаются вопросы о взятии проб воздуха. Попались на вымогательстве. Двое оренбургских полицейских сегодня услышали приговор за покушение на мошенничество. На скамье подсудимых блюстители закона оказались из-за преступной самоуверенности и жадности. Данные сотрудники полиции инсценировали нахождение наркотического средства в автомобиле местного жителя города Оренбурга. В дальнейшем данные граждане, данные сотрудники полиции требовали передачи денег и средств за непривлечение к уголовной ответственности гражданина. Оборотни в погонах рассчитывали получить 60 тысяч, но успели разжиться только половиной суммы. Жертва заблаговременно обратилась в полицию и передачу денег сняли на видео. Позже эти кадры стали доказательством в суде. Оба махинатора в погонах отказались давать показания, но вина доказана. Бывших наркополицейских приговорили к году и двум годам колонии. Оренбургские магистрали приведут в образцовый порядок, по крайней мере, дороги федерального значения. Об этом сегодня говорили губернатор и руководитель управления Большая Волга. Возможности у дорожников есть, финансирование выросло почти вдвое. Причем деньги федеральные, областной казне тратиться не придется. В этом году мы ремонтируем 278 километров, в прошлом году 108 отремонтировали, то есть рост уже в 2,5 раза. Были подняты вопросы по нескольким районам, в том числе Турцкий район. Есть действительно проблемы там, дорожная дорога разрушается в связи с тем, что десятки лет она не ремонтировалась. Поэтому сегодня губернатор озвучил беспокойность свою, обсудили мы планы и считаю, что в 14-м 2015 году мы приведем нормативное состояние практически всю сеть. Говорили и про международную трассу «Шелковый путь». Уже сейчас начинают изыскательные работы, а вот к строительству приступят не раньше 2016 года. Обсудили и дороги региональные. Руководитель федерального управления похвалил местных дорожников. Оказывается, по сравнению с другими регионами, наши магистрали выглядят хорошо. Еще из новостей понедельника они вернулись. Число частных предпринимателей предприятий малого и среднего бизнеса вновь приближается к 30 тысячам. Об этом сегодня заявил председатель Комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Алексей Широбоков. По его словам, в прошлом году после увеличения социального налога малый бизнес стал массово сворачивать деятельность. К примеру, только в областном центре недосчитались почти двух тысяч предпринимателей. Сейчас, после снижения платежей, ситуация исправляется. Коммерсанты вновь начинают активную работу. Мы всегда, говоря о том, что растем или снижаемся, говорим о том, сколько несет малый и средний бизнес в копилку налоговых поступлений в городе Оренбурге. У нас за первый квартал этого года малый и средний бизнес уплатил 436,8 миллиона рублей. Это, если говорить о процентах в отношении остальных налогов, это 53,4%. Если взять первый квартал 2013 года, то было 53,2%. Отмечу, что в конце недели у бизнесменов праздник. 26 мая – день российского предпринимательства. В его рамках в Оренбурге пройдут круглые столы, деловые встречи. Будет работать ярмарка местных товаропроизводителей. Из теплого дома в холодный подъезд в Оренбурге 40-летняя женщина оказалась на улице. Две недели ей приходится ночевать под открытым небом и питаться, чем придется. На такую жизнь, по словам Ольги Поповой, ее обрекли самые близкие люди. Родная дочь и муж от нее просто отказались. Как так получилось, Ольга Патрушева попыталась разобраться и помочь. В этот дом по улице Одесская Ольга Попова по-прежнему приходит каждый день. Но теперь для того, чтобы лишь переночевать в холодном подъезде. Несколько лет счастливое семейство снимало здесь комнату. Теперь вместо удобной кровати бетонный пол, вместо постельного белья – потрепанный пакет. Холодно. С подъездом угоняет. Потом на лавочке. Делить все беды и радости – это явно не про них. После того, как хозяйка попросила освободить помещение, семья Поповых распалась. Любящие когда-то муж и единственная дочь новое пристанище себе подыскали. Но вот для Ольги угла там уже не нашлось. Вторая половинка нашла себе новую квартиру. Родная кровиночка ушла жить к парню. Неработающая женщина так же легко найти новое жилье не смогла. Кроме того, семейные прихватили с собой все вещи и документы. Документы все у дочери. Ей сколько раз звонили, чтобы она привезла мне документы. Она послала, сказала об Одессе. У нее здесь ни родных, ни знакомых. В 96-м семья Поповых в Оренбург приехала из далекого Петропавловск-Камчатский. Там, говорит, и родители, и многочисленные родственники есть. Признается, вернулась бы. Да только денег нет. А теперь еще и документов. Вода. Туалетная бумага. Это вот откуда у вас? Это все дают. Вот покушать. Оставшись на улице и без гроша в кармане, ей приходится надеяться на доброту бывших соседей. И те ей практически ни в чем не отказывают. Каждый день кормят и даже пускают помыться. Виктория Аксенова одна из тех, кому судьба Ольги не безразлична. Разговаривала с милицией, подходила, говорю, можно ли куда-то ее пристроить, потому что человека жалко. Мы ничего не можем сделать. Здравствуйте. Это Центр социального обслуживания. Мы разыскиваем такого Алексея Сидивникова. Чувай. Поговорить с той, для кого Ольга теперь только по крови родственник, мы идем в компанию с соцработником. После долгих расспросов понимаем, сделать это не удастся. Голос за дверью внятно дал понять, сына и его девушки в данный момент дома нет. А давно она у вас была? Девушка, отстаньте от меня. С помощью Минздрава и соцразвития нам все-таки удается найти женщине крышу над головой. В Центре Шанса ее на первое время приютят. Бездомные там восстановят документы и помогут забыть про уличную жизнь. Между тем у Ольги уже есть планы на будущее. Она бы хотела заработать на обратную дорогу в свой родной Петропавловск-Камчатский. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев. Наше время. О своих проблемах и спорных ситуациях всегда можно рассказать нашим корреспондентам. Они постараются помочь. Телефон редакции 310462. Отказались от сна ради искусства. Оренбург в четвертый раз принял участие в международной акции «Ночь музеев». В этом году региональные галереи приготовили особенную программу. Гостей принимали в адъютанты и гусары, водили на археологические раскопки, читали древние книги. Организаторы уверены, эта акция стала самой удачной. Вместе с сотнями оренбуржцев к прекрасному прикоснулась Екатерина Тихоненко. Губернаторский историк и Крывеческий музей принимать посетителей начал еще в 6 часов вечера. Многие подолгу не могли попасть в выставочные залы. Вовсе не из-за огромных очередей а музыкантов, которые на улице исполняли знаменитые эстрадные композиции. На этот раз не гости предоставляют билет на входе, а им в музее выдают бесплатное приглашение. Мы и рассчитываем на то, чтобы привлечь молодежь в наш музей, потому что у нас залы не очень большие, а фонды музея объемные свыше 129 единиц хранения. Поэтому в эти акции мы показываем те предметы, которые невозможно показать в экспозиции. Большинство спешили на губернаторский дворик, посетить фотосалон 19 века. Это уникальная возможность не только увидеть исторические костюмы, но даже их примерить. Ну, во-первых, бесплатно, во-вторых, просто интересно. Но, тем не менее, многие хотели оказаться в то время посмотреть на быт военных, но только ненадолго. Жить, нет, скорее всего, бы не стал. Почему? Потому что мне больше нравится в современном мире. Не выжил бы тогда, и все. Часто дуэли. А это еще одна гордость музея, добытая на раскопках в 2013 году. Котел с царского кургана. Его нашли в подземном ходу на глубине трех метров. Для каких он был предназначен целей, по сей день загадка для историков. Для каких-то ритуальных, скорее всего, обрядов, для поминальной пищи. Трудно сказать, потому что, во-первых, вес его огромный. Как его переносили, мы не можем сказать. В этот вечер для оренбуржцев были доступны все экспозиции. Одни могли подробно изучить историю Гагарина, другие окунуться в эпоху Пушкина. Такие, если акции будут проводиться гораздо чаще, чем раз в год, в принципе, это хорошо. Кси, фито и жица. Немало юных почитателей оказалось и у древней письменности. Но не только алфавит Кирилла и Мефодия привлек Ярослава. Со всеми экспонатами губернаторского музея он знакомится впервые. А интересного здесь немало. Такие познания, говорит, лишними в школе, но уж точно не будут. Нужно лишь чаще выставки посещать. Того же желает и другим. Все узнали о старинных книжках, о оружиях, чтобы были немного умнее. Екатерина Тихоненко, Вадим Нечаев. Наше время. Гостям Оренбуржья покажут соленое озеро. Экскурсия в Солилецк. Основной пункт программы фестиваля «Открой при Волжье». Он стартует на территории области в начале июня. Об этом журналистам сегодня рассказал исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Валерий Брынцев. Участники фестиваля – представители регионов Приволжского федерального округа, крупнейшие туроператоры, предприятия народных промыслов. Свою продукцию они продемонстрируют в рамках выставки «Спорт, отдых, туризм». Она развернется в спорткомплексе Оренбуржья с 6 по 9 июня. После ее участники отправятся осматривать солилецкий курортный кластер. Один из первых проектов в Приволжском федеральном округе является как раз Оренбургский проект по солилецким озерам. Мы воочию покажем, что это такое. Как раз мы попадаем под открытие сезона в Солилецке. Это очень важно – показать всем регионам возможности внутреннего туризма на территории Оренбургской области. Новый бренд, новые задачи. Холдинг «Комплексные энергетические системы» представил новую стратегию развития. В нее заложены меры, которые позволят более качественно обслуживать основных клиентов. Изменения затронуты работу Оренбургской теплогенерирующей компании. Каким образом и повлияют ли перемены на тарифы, выяснял Виталий Сапожников. В столичном агентстве Реоновости гендиректор КЭС-холдинга Борис Вайндихер по конференцсвязи рассказывает о будущем компании. Уже в этом году все теплогенерирующие компании, входящие в холдинг, объединятся. В качестве базы консолидации выбрана Волжская ТГК. Кроме того, из эксплуатации выведут ряд неэффективных электростанций и построят новые. Все это делается для более качественного обслуживания клиентов. Мы планируем дойти, взять в управление все тепловые сети, дойти до конечного потребителя. Мы проводим большую программу по сокращению перерывов горячего водоснабжения. Цель нашей является отопление круглогорд, потому что мы все технологии, в чем это позволяют делать. Для этого нужна воля, нужно желание не только наших клиентов, а к этому надо привлечь. Кстати, все перечисленные уже активно осваивают оренбургские теплоэнергетики. Программа ГВС-2.0, согласно которой максимальный срок отключения горячей воды во время ремонта составит не более недели, уже стартовал в Оренбурге и Медногорске. Плюс запланирована большая инвестиционная программа. Завершение большого проекта, который в основном носит экологический характер, это Каргалинский ТЭС, химический цех. В этом году мы должны завершить второй этап. Большой инвестиционный проект в городе Ордске запущен. Первые мы в Российской Федерации в таких масштабах его начали. Это строительство солнечной электростанции. Уже со следующего года КЭС-холдинг будет именоваться Т-плюс. Со смены бренда меняется и графический символ компании. Акционерам предстоит выбрать один из трех вариантов. Виталий Сапожников, Виктор Грушенев. Наше время. Время спортивных новостей. Факел «Газпрома» проиграл первый финальный матч Лиги Европейских чемпионов по настольному теннису. Поединок оренбуржцев с французским клубом «Понтуа» состоялся накануне в Париже. Факел «Газпрома» уступил хозяевам со счетом 1-3. Единственный балл россиянам принес Дмитрий Овчаров. Поражение во Франции существенно понизило шансы газовиков на общий успех. В ответном поединке «Факелу» необходимо побеждать как минимум с разницей в два очка. Второй финальный матч команд пройдет в Оренбурге 30 мая. За происходящим в мире спорта внимательно следит Сергей Тыщенко. У него узнаем последние новости. От новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. Разошлись миром. Сыграны очередные календарные матчи в первенстве страны по футболу среди команд второй лиги. Ну а троицкая новостая поединок 24-го тура проводила на выезде. В воскресенье Столивара гостили в Перми, где встречались с местным октаном. За 90 минут чистого игрового времени выявить победителя команды не удалось. Матч завершился в ничью 0-0. И по мнению главного тренера «Новста» Олега Синелобова этот результат вполне закономерен. Мы не могли забить, но и не могли фактически пропустить. Там какие-то полумоменты у вас в первом тайме были, у нас в втором тайме. Считаю, что по большому счету ничейный результат – это оптимальный вариант для сегодняшней игры. Тотальное превосходство сборной России по джидо стало победителем Кубка Европы. Турнир прошел в минувшие выходные в СКК Оренбурже. Наша национальная команда выступила просто блестяще, вчистую переграв всех своих соперников. За два соревновательных дня россияне завоевали 34 медали. Для сравнения, ставшие вторыми белорусы увозят из Оренбурга всего пять наград. Отличились на прошедшем спортивном форуме и хозяева татами. Наши джидаисты добирались до подиума трижды. Обладателем Кубка Европы стал Дмитрий Куликов. Серебряные медали завоевали Антон Поляков и Елена Хакимова. И пока это все новости спорта. До встречи. В центре садовода новое поступление. Еще больше самых разнообразных и уникальных растений, которые станут украшением ваших садовых участков. Цветы и растения более трех тысяч наименований, подобранные с учетом потребностей и предпочтений любого покупателя. Есть сорта для любителей, для настоящих коллекционеров, для профессиональных озеленителей и ландшафтных дизайнеров. Центр садовода занимается выращиванием собственного посадочного материала, а также реализует прямые поставки из лучших питомников России и Европы. Ассортимент хвойных удивит даже самого взыскательного покупателя садовода. Здесь ели, туи, можжевельники, сосны и множество других удивительных и редких видов. Большой выбор лиственных деревьев – липа, рябина, береза, каштан, черноплодная рябина. И, что особенно важно, все плодовые растения с закрытой корневой системой. Плодовые также отличаются большим разнообразием. Тут и яблони, смородина, вишни, черешня, а также земляника. Для оформления клумб в Центре садовода есть рассада однолетних и многолетних цветов, а также кустарников. Высоко квалифицированный персонал садового центра с удовольствием поможет вам сориентироваться в разнообразии растений и подскажет, как правильно ухаживать за ними. Покупая растения в Центре садовода, вы можете быть уверены в том, что они будут радовать вас очень долго, так как Центр садовода строго контролирует качество своих товаров на всех этапах от закупки до продажи. Сейчас важная информация от городских электрических сетей. Во вторник жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебой со светом, возможно, и в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. И напоследок. 92 года организации, в которую мечтал попасть каждый школьник. Сегодня день рождения пионерии. Легендарного движения уже давно нет, однако о нем помнят и сегодня. Наши корреспонденты решили узнать у оренбуржцев, нужна ли похожая детская организация сейчас и чем она должна заниматься. Я считаю, что они нужны. Пионеры, как мне известно, раньше занимались всякой макулатурой, помощью старикам. И сейчас, я думаю, какая-то социальная программа нужна. Я думаю, нужны пионеры, я имею в виду для детей. Для того, чтобы детей как-то развлечь, отвлечь от улицы, от негативного влияния. Для того, чтобы у них было занятие и интерес в жизни. Если и нужна, то только, мне кажется, для не самых благополучных детей. Из семей, которые каким-то образом не обеспечивают детям подобного внимания и досуга. Но в целом, я думаю, от этого вреда будет меньше, чем пользы. Конечно, должны заниматься общественной деятельностью, помогать пенсионерам, не бросать их, заботиться о них. Я не пионер, я бы лично, если бы возвратил бы тимуровцев. Просто добровольных помощников, которые ходят бабушкам помогать. Такое наше время сегодня, а завтра в этой студии Юлия Гафарова. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...